Ребята, всем привет! Сегодня мы с вами продолжаем разбирать учебник Sportlight за 5 класс, 10 модуль, который называется Holidays, каникулы. Итак, перед тем, как мы начнем проходить этот модуль, предлагается ответить на несколько вопросов. Before you start. Перед тем, как вы начнете. How often do you go shopping and where? Как часто ты ходишь по магазинам и куда? Где? What do you usually buy? Что ты обычно покупаешь? What did you buy last week? Что ты купил на прошлой неделе? Далее. Where do you most like to go in your free time? Куда ты любишь ходить больше всего в свое свободное время? Free time. What do you do there? Что ты там делаешь? What did you do last Sunday? Что ты делал в прошлое воскресенье? И последнее, ребята. What's your favorite film? Какой твой любимый фильм? What is it about? О чем он? Where and when did you watch it? Где и когда ты его смотрел? Ну и, ребята, следующее обычное задание перед модулем. Это нужно посмотреть на модуль 10 и найти номера страниц для картинок 1, 3. Find the page numbers for pictures 1, 3. Итак, давайте посмотрим. Картинка первая. Picture number 1 is on page 123. 101, 123 странички. Далее, ребята, вторая картинка. Picture number 2 is on page 117. На 117 страничке. И следующая, третья картинка. Так, извините. Picture number 3 is on page 118. На 118 страничке. Далее, ребята. Find the page numbers for. Найди номера страниц для holiday adverts. Рекламы, каникул. Ребята, и это у нас будет страничка 116, 117. Далее, пейджи 116, 117. Notes. Записки и заметки. Это из... Извините. Our notes are on page 120. На страничке 120. И последняя, a board game. Настольная игра. A board game is on page 121. На 121 страничке. Итак, ребята, далее, как всегда, рассказывается, о чем вы будете читать, слушать, что будете разговаривать и чему научитесь. И переходим к модулю десятому непосредственно под буковкой A. Итак, travel and leisure. Путешествия и отдых. Задание первое. Types of holiday. Виды каникул. What type of holiday is each advert A.E. about? О каком виде каникул каждая реклама? И варианты ответов. Beach holiday. Пляжный отдых. Cruise. Cruise. Safari. Safari. Sightseeing tour. То есть, это тур под достопримечательностям. И activity holiday. Активный какой-то отдых. Итак. Ребята, давайте прочитаем рекламу и посмотрим. A и ABC у нас на этой страничке и продолжение на следующей. Итак. A. Discover the Himalayas. Откройте для себя Гималай. Are you planning an adventure holiday? Ты планируешь активный отдых? The Himalayas is a place to go. Тогда Гималайя – это место, куда следует поехать. Rock climbing, mountaineering, trekking, mountain biking, white water rafting. Итак. Взбирание по горам. Альпинизм. Пешие походы. Катание на горных велосипедах. И рафтинг или сплав по воде. Small group adventures. И телефон. То есть, активный отдых для маленьких групп. Приключения, так сказать, для маленьких групп. И далее, ребята. Итак, ребята. Big Spain. There is everything for everyone in Dona Lola with the Lazy Days Travel. Итак, название, видимо, агентства путешествий – Lazy Days Travel. Lazy Days переводится как «ленивые дни». Ну, или в данном случае, как название его просто не нужно переводить. Испания. Все. Есть все и для каждого в Dona Lola. Three poles, apartments by the sea, beautiful gardens, tennis court, indoor leisure center. Три бассейна, апартаменты, квартиры у моря, ну или какие-то номера у моря, красивые сады, теннисный корд и центр отдыха внутри, то есть под крышей. Итак, sun, sea and sand from only 225 pounds per person. Солнце, море и песок за 225 фунтов на человека. Итак, ребята, далее задание си. See Egypt and the river Nile with the queen of the Nile. Увидьте Египет и реку Нил с королевой Нила. Visit historic sites like the valley of the kings. See ancient monuments, the luxe temples. Итак, посетите исторические места, такие как Долина королей и увидьте. Эй, ancient, ребята, это древние монументы, например, храма Люксора. Full board during your cruise. Full board, ребята, это когда вы на полном обеспечении едой, то есть когда вас будут кормить, да, во время вашего круиза. Call, звоните по этому номеру. 7 ночей от 429 фунтов. Так, далее, ребята, перейдем к следующему. Объявление, буква D. Island by coach. Coach, ребята, это автобус. Ирландия на автобусе. Dublin, Cork. Dublin, Cork. Что вы можете там сделать? Enjoy beautiful countryside. Насладиться прекрасной сельской местностью. Visit magnificent castles and national parks. Посетить великолепные замки и национальные парки. Do your shopping. Сделать shopping. Have a picnic by the lake. То есть, сесть на пикник около озера. Покушать пикник около озера. Итак, и последнее, да, ребята, the magic Africa. Волшебная Африка. Experience the beauty of mountain Kilimanjaro. Ощутите красоту горы Kilimanjaro. Join in wildlife tours. Присоединитесь к турам по дикой природе. Stay in excellent camps. Останавливайтесь в отличных лагерях. Call. Звоните. For a free brochure. За бесплатной брошюрой. Итак, ребята, а теперь мы с вами вернемся к заданию под буковкой A. То есть, давайте определим, какой вид отдыха каждое объявление. Итак, первое – это, несомненно, beach holiday. Так, извините. Первое – это Гималайи, да, это, несомненно, activity holiday. То есть, это отдых активный. Испания, Spain – это beach holiday. То есть, отдых у пляжа. Далее, Египет – это, скорее, sightseeing tour. Тур по достопримечательностям. А, нет, извините, cruise, потому что это по реке. Далее, Ирландия – это sightseeing tour. То есть, тур по достопримечательностям. И safari – это Африка, сафари. Далее, ребята, давайте перейдем к следующему заданию. What's your favorite type of holiday? Какой твой любимый вид отдыха? Where do you usually go? Куда ты обычно ездишь? Where do you go last summer? Куда ты ездил в прошлом летом? И, ребята, вы можете сказать, что My favorite type of holiday is, например, a beach holiday. Давайте я вам даже запишу, что, как правильно это сказать. My favorite type of holiday is a beach holiday. То есть, мой любимый отдых – это пляжный отдых. Далее, ребята, вам вы должны ответить на вопрос, куда ты обычно ездишь. Usually we go. Например, обычно мы ездим, если вы с родителями ездите, To the seaside, к морскому побережью. Seaside. Или вы можете, например, сказать, что мы обычно ездим в Испанию. Usually we go to Spain. Или we go to Italy. Или go to, раздельно, конечно же, ребята, да? Или usually we go to the Crimea – Крым, да? The Crimea – Крым. Далее. Where did you go last summer? То есть, куда вы ездили в прошлое лето? Вы можете сказать, что Last summer I went to… В прошлое лето я ездил… Ну, давайте возьмем, например, ребята, Сочи, да? Сочи. I went to Сочи. Вот так примерно должен выглядеть ответ на этот вопрос. Итак, ребята, теперь перейдем ко второму заданию. How do you like to travel? Как вы любите путешествовать? By coach – на автобусе, by motorbike – на мотоцикле, by train – на поезде, by car – Заметьте, со всеми этими словами употребляется предлог by, да? В значении на – by car – на машине, by ship – на корабле, by bike – на велосипеде, by plane – на самолете, или by air – воздухом. Но за слово исключение – пешком. On foot – пешком. И вы можете сказать, что, как в примере, I like traveling by car – мне нравится путешествовать на машине, или I like traveling by, например, by ship – я люблю путешествовать на корабле. Итак, ребята, а теперь мы перейдем с вами к третьему заданию. Listen to and read the adwords and find. Послушайте и прочитайте объявление. И найдите. Two places to stay – два места, где можно остановиться. Three activities – три отдыха, название отдыха, активного отдыха, три занятия, да? Да, ребята, то есть три занятия, извините, two means of transport – два средства передвижения, and three countries – и три страны. И далее match the people to the holidays – соедините людей с отдыхом. Итак, ребята, два места, где можно остановиться. Это apartments у нас упоминалось, то есть апартаменты и camps – лагеря. Далее три вида отдыха, ой, извините, три занятия – это mountaineering, trekking, rock climbing, то есть сколько угодно, да, в первом. Далее, два средства передвижения и три страны. Ну, посмотрим. Так, средства передвижения, например, может быть, что… Так, by ship – на корабле, да? или страна одна Египт, Египет, вторая Spain – Испания. Далее, by coach – на автобусе средства передвижения. И еще страна у нас Ireland – Ирландия. Далее, ребята. И последнее в третьем – соедините людей с отдыхом. Ann and Tony want to have a good rest. Ann and Tony хотят хорошо отдохнуть. И тогда мы предлагаем ответ B – это Spain – Испания. Там можно отдохнуть. Далее, John likes to do extreme sports. John хочет заняться экстремальным спортом. И тогда второе – мы предлагаем текст под буковкой A, про Гималавию, то есть второе – A. Третье. Ami wants to see animals. Эми хочет увидеть животных. И это, конечно, Африка с сафари. И это буковка I. Далее, Stella likes to learn about ancient culture. Стелли нравится изучать древнюю культуру. И тогда это про Египет. Буковка C. И Mike loves to see green countryside. Майк хочет увидеть зеленую сельскую местность. И тогда ему в Ирландию. И это буковка D. Итак, ребята, переходим к четвертому заданию. You are a travel agent. Your partner, client, wants to spend his or her holidays abroad. Use the information in the adverts to advise him or record yourself. Итак, вы – агент по путешествиям. То есть турагент. Ваш партнер или клиент хочет провести свои каникулы за границей. То есть его или ее каникулы за границей. Используйте информацию в рекламе, чтобы посоветовать ему и ей. Запишите себя. Ребята, а между тем, пожалуйста, обязательно подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить. Не теряйтесь. Смотрите летом видео с разбором учебника Spotlight за шестой класс, чтобы лучше подготовиться к учебному году. Слушайте книги для внеклассного чтения. Итак, давайте посмотрим, например. I'd like to travel abroad this summer. Я бы хотел путешествовать за границу этим летом. Why didn't you go to Himalayas? Почему бы не поехать в Гималайи? The Himalayas. What can you do there? Гималайи. А что я буду там делать? То есть, и что можно продолжить, ребята? Что можно делать в Гималаях? You can rock climbing or mountaineering, go trekking or mountain biking, or even you can do white water rafting there. Да? То есть, чем ты можешь заняться в Гималайи? Пойти на rock climbing, избирание по горам, или заняться альпинистом, пойти в пеший поход, заняться горным велосипедным спортом, или отправиться в сплав по реке. Далее, кто-то может сказать, что I'd like to travel abroad this summer. Да? Я хочу путешествовать, опять же, поехать за границу этим летом. Why don't you go to Spain? Да? Вместо Гималайи возьмем Spain. Почему бы не отправиться в Испанию? Итак, Spain, только уже без артитля, ребята, слово Гималайи употребляется с артитлями, потому что это горная цепь. А, кстати, разбор артиклей у меня есть в видео английский pre-intermediate, пред-интермедиэт уровень называется. Вы его можете найти в плейлистах. Там есть разбор артиклей. Итак, Why don't you go to Spain? Почему бы не отправиться в Испанию? Spain, what can you do there? Да? То есть, вместо Гималайи мы вставляем Spain. Что мне там делать? Что там можно сделать? You can have a good rest at the seaside. Вы можете хорошо отдохнуть на морском побережье. Или просто You can rest at the seaside. Вы можете отдохнуть на морском побережье. Окей, ребята, и мы с вами переходим к пятому заданию. Read the grammar box. Прочитайте грамматику. Итак, Can Can употребляется для чего-то разрешенного или возможного. Например, You can buy souvenirs here. Ты можешь здесь купить сувениры. То есть, It's possible. You are allowed. Это возможно. Тебе не только возможно, но и тебе разрешается тут купить сувениры. Или Can't у нас употребляется for something not allowed. для чего-то неразрешенного. You can't smoke here. Ты не можешь здесь курить. It is not allowed. Это неразрешено. Итак, ребята, давайте перейдем к следующему заданию под буквами B. Match the signs 1-5 to the meanings A.E. Соедините знаки 1-5 со значениями A.E. Итак, первое. You can't eat or drink. Ты не можешь пить и есть или пить. Это, конечно же, знак четвертый. Далее. You can buy ice creams. Ты можешь здесь купить мороженое. Это второй знак. B это 2-2B. Далее. You can't take photographs. Ты не можешь здесь фотографировать. Это пятый знак. То есть, пятый это C. Далее. C пятый. You can park here. Ты можешь здесь парковаться. И это третий. Третий это D. И далее You can't come. Ты не можешь здесь разбивать лагерь. То есть, с палаткой. Вставать с палаткой. И это первое. Первое, ребята, это I. Итак, ребята, теперь перейдем с вами к шестому заданию. Ask and answer questions. задайте вопросы и ответьте на них. Например, Can I take pictures here? Можно меня здесь сфотографировать? Yes, you can. Да, ты можешь. Второе. Ребята, я вам внизу буду писать сразу с ответом. Can you see elephants here? Ты здесь можешь увидеть слонов. Видите, там крестик стоит. Значит, не можешь. No, you can't. Нет, не можешь. Далее. Третье. Могу я использовать мою кредитную карту? Can I use my credit card? Можно ли мне использовать кредитную карту? И мы видим, что там стоит у нас галочка, то есть можно. И ответ yes, you can. Ну да, ты можешь, да? Yes, you can. Далее. Четвертое. Mike носит одет в шорт в ресторане. То есть can I wear can Mike мы говорим про Mike, да? Can на первое место. Ребята выносим так, как это вопрос. В вопросах это правило can всегда ставится на первое место. Can Mike wear his shorts секундочку. His shirts in the restaurant. Restaurant. И ответ у нас нет, да? No. И так как Mike это он, мы говорим he. Нет, он не может. No, he can't. Так, сокращенный, да? Далее, ребята, парковаться. Can we park here? Да, четвертый. Можем ли мы здесь парковаться? Can we park here? И ответ, как мы видим здесь галочка, значит, можем, да? Итак, yes, we can, да? Мы можем. Краткий ответ, краткий ответ. Как вопрос начинается, так вопрос и заканчивается. Далее, шестое. Можно ли Мэри взять с собой ее can на первое место, потом кто Мэри и потом что делает? Take her dog Can Mary take her dog with her? И мы видим, что ей это нельзя, там стоит крестик, поэтому говорим no, she can't. Нет, она не может. окей, ребята, и перейдем к следующему седьмому заданию. Прежде чем мы перейдем к седьмому заданию, мы должны прочитать правила study skills, то есть правила, а точнее совет, как правильно чему-то научиться. Pronunciation, как научиться произношению. Practice pronunciation. Практикуйте произношение. Listen to recorded texts. Послушайте записанные тексты. Repeat sounds with rhyme and pace. Повторяйте звуки, ритм и темп. Record yourself to see if you sound natural. Запишите себя, посмотрите, звучите ли вы. Естественно. И, ребята, в произношении у нас два звука, это ч и дж. И мы видим, что буквы сочинания CH у нас дают звук ч, например, как в слове cheese, и буква J у нас дают звук дж, как в слове join. Listen and repeat. Послушайте и повторите. Чин chest catch much и дж. Jam joke jump. Окей, ребята, и задание восьмое. Listen to two people talking on the phone and fill in the missing information. Послушайте двух людей, которые говорят по телефону и заполните недостающей информацией. Итак, имя Harry фамилия Smith. Гарри Smith. Place. Куда Гарри хочет поехать у нас? Island. Island. Ирландия. Date или leave. То есть, когда, в какую дату он уезжает? 28 July 28 июля. Далее date come back, когда он возвращается on the 4th of August. 4 августа. Travel by. На чем он будет путешествовать? By coach. На coach. Это, ребята, автобус. Ребята, coach – это такой автобус, который едет с одного пункта назначения в другой без остановок. и так далее. Price. Цена 300 фунтов 300 pounds. 300 pounds – это фунт. Далее, ребята. In pairs tell each other about Mr. Smith's holiday. В парах расскажите друг другу о каникулах мистера Смита. Итак, Mr. Smith went to island. Он уезжает в Ирландию. He left. Он уехал on the 28th А, извините, первые, ребята, Mr. Smith уехал в Ирландию. Давайте я вам запишу island. В Ирландию. Так, еще раз. Island. Далее. He left. Он уехал on the 28th of July. Так, он уехал 28 июля. Далее. Когда он вернется? He is coming back. То есть, запустим, что он сейчас на каникулах, поэтому он возвращается. He is coming back on the 4th of August. On the 4th of August. Или, ребята, можно сказать в прошедшем времени he came back. He came back. Ну, возможно, так тоже будет неплохо, потому что это у нас рассказ про прошлое. То есть, не представляешь, что он уже уехал. Просто мы рассказываем, где он был. Тогда давайте оставим лучше he came back. Итак, он вернулся 4 августа. He traveled. На чем он путешествовал? He traveled by coach. Он путешествовал на автобусе. Так, he traveled by coach. И сколько он заплатил? The price was three. Цена была 300 pounds. 300 pounds. То есть, 300 фунтов. Окей, ребята, и сейчас мы с вами переходим к последнему нашему заданию девятому. A holiday advert. Реклама на каких-то каникул. Итак, collect information from the internet and make holiday adverts for places in your country. Соберите информацию из интернета и сделайте рекламу для каникул в вашей стране. Use the adverts in exercise one as a model. Используйте рекламу из первого упражнения в качестве модели. Illustrate your adverts. Проиллюстрируйте ваши рекламы. И, например, ребята, вы можете рассказать про Сочи, как здесь написано про Испанию, про Москву, как здесь написано про Египет. Например, see Moscow in Kremlin. Так, давайте сейчас еще подумаем, что мы могли бы объяснить. Африка, Ирландия. Ну, вот, да, например, отлично. Moscow by coach. То есть, вы могли бы написать Москва на автобусе. Moscow by coach. То есть, enjoy beautiful countryside. А вы можете сказать, enjoy beautiful чем можно ждаться в Москве? Архитектуры можете про Петербург писать architecture, да? Петербург я вам тоже напишу, как будет Saint Petersburg. Saint Petersburg, да? Enjoy beautiful architecture. Далее, visit Do your shopping можете оставить далее. Visit some famous and historic monuments. Посетите известные какие-то монументы исторические, да? Visit historic historic, просто может быть places места, и монументы places and monuments. Ну, это примерно, да? Historic places and monuments. Окей, ребята, на этом все. Встретимся с вами в разборе 10-го модуля под буковкой B. Всем счастливой и удачи. Обязательно подписывайтесь, не теряйтесь. Всем пока! Всем пока!